Ребята, всем огромный привет! Сегодняшний видос будет про очень интересный ножичек. Называется этот ножичек Triple Action от компании Cold Steel. К сожалению, этому великолепному экземпляру пришлось очень долго пролежать в недрах моего стола, ожидая очереди на проведение работ. Ну и вот, наконец, пришел его звездный час. Я обязательно постараюсь сделать для него много приятных вещей. Ну и надеюсь, для вас смотреть все это безобразие будет хоть немного интересно. Поехали! Ну и забыл сказать, что с вами, как всегда, Анзора. Вы находитесь на канале Ножевой Мастерской Жало. Ну а теперь, наверное, пришло время рассмотреть этот интересный, с моей точки зрения, ножичек поконкретнее. Он интересен и с технической точки зрения, очень необычное у него устройство. Кроме того, этот нож довольно-таки редкий. И даже когда он выпускался, он стоил, в принципе, недешево. В данном случае у нас экземпляр с тантообразным клинком, однако они еще выпускались с клинками кинжального типа. Данный экземпляр в очень неплохом состоянии. У него практически нетронутый клинок. Но не принимая во внимание, конечно, заводские недочеты, типа несимметричных спусков. Вот обратите внимание на границу с одной стороны и на границу с другой стороны. Они разной ширины. Но это, в принципе, мелочи. Таким клинок вышел с завода. Ну, кроме того, вот эти линии, ну, не совсем совпадают по форме, приходят немного в разные точки. Однако на такие пустяки обращает внимание глаз лишь опытного человека. А для простого пользователя, почитателя марки и просто ножевого коллекционера это уже не так важно. Присутствуют также очень-очень мелкие потертости и даже не царапины, а можно сказать так, царапки. Единственное, что я, конечно, еще хотел бы заметить, так это вот небольшой бачок вот здесь. Вот если вы видите вот эти вот полоски, такое впечатление, что когда слесарили фальш, слегка задели и спуск вот здесь, возле кончика. Отдельно следует коснуться режущей кромки, потому что я не могу сказать заточки, так как она отсутствует. Нож абсолютно тупой, он лысый. Но плюс его в том, что этот нож абсолютно никогда не точился. Здесь заводские подводы присутствуют, которые сделаны невысоко, очень аккуратно. И сам нож и клинок они не испортили, не израсходовали его ценный ресурс спусков и не уточили его, короче говоря, на заводе по саму я не могу. Кроме того, в процессе эксплуатации он не получил каких-то серьезных повреждений, то есть нет отколотого кончика, глубоких зазубрин. Так мелочевка какая-то есть, вот здесь зазубринки, залысинки, но это все на этапе заточки исправится. Кроме того, по рукоятке она полностью комплектная, присутствуют все детальки, все винтики. Наверное, именно этой совокупностью своих свойств данный конкретный экземпляр и привлек своего хозяина. И раз уж зашла речь про хозяин этого ножа, то хочу передать ему огромный привет от всей души. Зовут его Ростислав. Ростислав, привет из Одессы. Надеюсь, моя работа пойдет только на пользу этому красавцу. Однако, у ножичка есть и определенные проблемы, а также вопросы. Ну, по-другому он бы просто-напросто здесь, наверное, на ваших экранах и у меня в мастерской на рабочем столе и не оказался бы. Основные все вопросы, они касаются, конечно же, рукоятки. Ну, первое, для того, чтобы довести его до нормального внешнего вида, который был бы действительно достоин того, чтобы лечь на полку в какой-то коллекции или иногда садиться на карман и радовать своего хозяина. Грубо говоря, я постараюсь сделать этот нож не просто интересным, но потрепанным жизнью, а экземпляром, который находится в по-настоящему достойном состоянии. Я даже не знаю, ребят, как точно все это безобразие назвать. Ремонт, восстановление, реставрация. Однако, довести этот экземпляр до ума я все-таки постараюсь. Однако, что такое, в моем понимании, довести до ума? Безусловно, нож должен красиво выглядеть, и это я постараюсь обеспечить. Однако, довести до ума для меня означает, что и с технической точки зрения нож необходимо, конечно же, прокачать. И в этом плане тут есть определенные вопросы с рукояткой. Ну, давайте как-то начинать по порядку. Значит, смотрите. Первое. Ну, внешний вид это то, что бросается в глаза. Смотрите вот сюда. По заводу эта алюминиевая рукоятка, она была полирована. В настоящее время я сейчас постараюсь показать то состояние, в котором оно находится. Но дело даже не вот в этих потертостях, потому что попадающие мусор, абразивные частицы или просто кромка материала, трущиеся друг об друга, они создают вот эти вот царапинки. И даже если их заполировать, они, возможно, появятся снова. Однако, можно обработать и внутреннюю поверхность, и снять фаски. И все зависит, конечно, от аккуратности пользования. Поэтому, по меньшей мере, над этим вопросом поработать как бы стоит. И восстановить полировку на этой рукоятке. И давайте посмотрим, с чем связано, с какими сложностями это работа. Значит, присутствуют на рукоятке повреждения не только в виде потертостей, с одной и с другой стороны. Потертости, конечно же, они должны быть под клипсой, в рабочих, сопрягающихся, трущихся частях. Но также есть и травмы, повреждения. Вот я показываю подобные замятия. Раз, два. Они, в принципе, рассыпаны по рукоятке этого ножа повсеместно. И каждому из этих повреждений мне необходимо будет заняться, устранить их все, зашкурить, довести до хорошей гритности, потом полирнуть. Перед этим, конечно же, перед полировкой поснимать в нужных местах фаски, для того, чтобы не было таких глубоких отпечатков. Ну, в тех местах, где это хотя бы возможно. Тоже обратить внимание на следы соприкосновения с клинком в нештатных местах. Этими всеми вещами мне еще предстоит заняться. Однако, перед тем, как заниматься косметическими нюансами, наводить марафет и заботиться о том, насколько этот нож будет красив, необходимо также обеспечить и должную работу механики. И самый первый вопрос, который бросается в глаза, это фиксация рукоятки в закрытом положении. Смотрите, она организована здесь вот таким вот образом, шарик впрессованный в одну из частей рукоятки, тут соответствующее отверстие. И все это, в принципе, работать как бы должно, однако... Практически все это дело не фиксируется. Небольшой щелчочек, конечно же, есть, однако этого недостаточно. Кроме того, второй вопрос. Сейчас я вам постараюсь показать это местечко, это ось подвижной части рукоятки. Значит, тут присутствует люфт. Или выработка, или необходимо этот элемент дотянуть. С данным вопросом еще нужно будет разбираться. Кроме того, ребят, есть еще один нюанс. В открытом положении, когда клинок снаружи, рукоятка закрывается полностью, все становится на свои места, немножко не хватает фиксации, однако никаких критических проблем нет. А вот в закрытом положении происходит какая-то ерунда. Вот смотрите, я... Вот, клиночек встал на свое место, вот, и я сейчас пытаюсь закрыть рукоятку, и вот она уперлась. И вот она уперлась, и даже не доходит вот здесь отверстие до шарика. То есть его нужно продавливать, и то оно с этим шариком не совмещается, хотя немножко застревает. Давайте смотреть сразу, в чем проблема. В чем проблема? Ну, первый вопрос. Сразу мне бросается в глаза то, что вот здесь вот обух торчит, скорее всего, обух и упирается в рукоятку. На вот эти точечки внимания не обращайте. Это когда данным ножом пытались финтить, иногда рукоятка складывалась на кончик. И отметки, напоминающие о всем этом безобразии, конечно же, здесь останутся. Ну вот в этом месте я вижу определенную потертость. Давайте я сейчас встану и посмотрим на просвет, как это все закрывается, чтобы в этом точно убедиться. Да, 100%. Идет контакт с обухом. Ну что ж, предлагаю долго не теоретизировать и не рассусоливать, а двигаться уже конкретно по пунктам. Итак, давайте первым пунктом займемся. Займемся замочком. Итак, что тут есть? Значит, смотрите, в чем проблема, как я ее вижу. Вот здесь вот с обратной стороны в алюминии твердый, каленый шарик, он проел себе борозду. Так, ребята, ну вот мы уже в макро режиме, и я сейчас постараюсь вам показать суть проблемы. Вот такая вот борозда здесь сейчас присутствует. Здесь еще есть нюанс, как бы борозда идет одинаковой глубины, а в самом конце она еще, как бы, делает такой съезд, сход в отверстие. Что, к сожалению, еще будет хуже сказываться на том, насколько хорошо в закрытом состоянии это все хозяйство будет фиксироваться. Дело в том, что вот тут вот находится шпенек, и этот шпенек, он не такой простой, как кажется на первый взгляд. И данный элемент здесь не просто для того, чтобы в него пальцем упираться, а это еще и регулировка, как бы, усилия натяжки в нужном месте. И все, что необходимо сделать, это, как бы, подтянуть. Но я сейчас разберу и покажу вам, как это все выглядит, вы сами поймете. То есть, смотрите, наружная часть шпенька представляет из себя гайку, а внутри вот такой вот штифтик с лыской. Сейчас я его извлеку. Вот, тут не все так просто. Тут классно изготовленные детали, и видно, что это не штамповка. Ну вот, камера вроде сфокусировалась, тут даже видны следы фрезеровки, то есть, это фрезерованная деталь. Поэтому, казалось бы, капнуть сюда немного локтайта, подтянуть, чтобы оно стало хорошо щелкать, и фиксироваться с тем усилием, которое устраивало бы, и забыть на этом проблему. Однако, попрошу вас обратить внимание на такой вот момент. И мы с вами наблюдаем тот момент, что зазора уже практически не осталось. Рано или поздно придет такая ситуация, когда глубина борозды уже будет больше, чем высота, на которую выпирает шарик, и это все начнет просто-напросто затирать, залипать всей плоскостью, и работать как следует не будет. Этим, собственно говоря, и ограничивается ресурс данного узла. Ну что, перейдем к разборке ножика, а там посмотрим, как уже сложится ремонт каждой отдельной части. Погнали, ребят. Так, ребята, неприятность одна. Я вот сейчас разобрал этот нож, и оттуда вытряхнул. Одна шайбочка поломана, и вторая ее часть где-то упала со стола. Я сейчас буду ее искать. Хотя, наверное, это бесперспективно. Почему это произошло? Смотрите, тут вот такое вот крепление клипсы идет. Она крепится на осевой, и через прорезь в рукояти вот заходит вот таким вот фиксатором, чтобы не проворачивалось. Так вот, давайте померяем еще раз вместе. Вот я обнулил штангенциркуль. Смотрите, как я буду мерить глубиномером. То есть, измерение будет проходить вот таким вот образом. Здесь 2 миллиметра. 2,02 оно показывает. Но это такое. Теперь давайте померяем толщину накладки как бы в этом месте. Толщина накладки. А толщина накладки, вот смотрите, 1,85. То есть, 15 соток разницы. Получается, что вот эта штуковина, она может на 15 соток как бы заходить внутрь вот сюда, да, при затяжке должной. 1,69-1,7. Это уже лучше, чем 2 миллиметра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сажать буду на прочный красный локтайт для того, чтобы усилить посадку. Ребята, в конце оно у меня немножко подзастряло. Видать, неплохой натяг получился. Поэтому я его допрессовал вот таким вот образом. Упер шляпку в этот бортик и вот так вот палочкой об кончик надавливал, чтобы не отогнуть вот эту вот часть рукоятки. С усилием задавил. Село очень крепко. Так старался, что смотрите, что сделал с деревяшкой. В конечном итоге вот какая история у меня получилась. Вроде вышло то, что я задумывал. Ну а вот так оно будет смотреться, ребят, если снимать уже на обычную камеру без всякого увеличения. Ну вот немного на гриндере подточил вручную, уже попроще должно быть. Так, это дело вроде есть. Теперь буду двигаться дальше. Помните, был вот такой люфтец вот тут. Я за кадром немного помозговал и пришел к выводу, что нужно немного подрезать вот эту втулочку. Дело в том, что когда она проходит насквозь и винт полностью затягивается до конца резьбы и упирается в нее, натяжки недостаточно, чтобы шляпа села на свое место. Шляпка у этого виндикова, как вы видите, она идет под потай. И получается, что если его посадить немножко глубже, ну хотя бы на десятку, она должна сесть на свое место и все будет ходить плотно и плавно. Так, доработал я эту хреновину, подкоротил на десяточку, снял фаску изнутри и снаружи. Надеюсь, этого будет достаточно. Давайте мерить. У меня возникает осторожный оптимизм. Четенько. И ход плавный остается. Да, проблема была, ребята, именно в этом. Я сейчас еще немножко дотяну, чтобы сделать идеалочку. Все, смотрите. Люфта уже больше теперь никакого нет. И все это ходит очень и очень пристойно. Вот, видите. Еще раз предлагаю посмотреть. Люфт, ну практически отсутствует. Но он здесь остался именно такой, который необходим для того, чтобы эти элементы были подвижны друг относительно друга. Однако уже того криминала, который был, я абсолютно не наблюдаю. Кроме того, есть один момент. Рукоятка сейчас впервые собрана после установки этой штуки. Давайте попробуем, как оно щелкает. О, вот это щелчочек. Шпенька еще нет. Ну, в принципе, даже без шпенька можно эту тему открывать. Я думаю, разработается и будет отлично. Смотрите, ребят, вот эта посадка упирается в данный стопорный штифт в закрытом положении. Однако есть другая посадка. Вот она. Она упирается в стопорный штифт в открытом положении. И если с этой посадкой все в порядке, то с посадкой, расположенной вот здесь, есть вопросы. Я сначала подработаю, чтобы клинок спрятался. А потом, если напряжение сохранится здесь, буду еще работать над этим узлом, потому что положение данной плоскости, которая здесь выпирает, оно может слегка поменяться. И все исправится к лучшему. И, возможно, здесь уже трогать ничего не придется. Ну, ладно, погнали, будем делать. Я здесь рукоятку защитил несколькими слоями малярной ленты, для того, чтобы шляпами не улазить полотуньки. И применил вот такую вот приспособу для бормашинки, обрабатывая тонким 3-х миллиметровым алмазным бором. Так, ребята, предлагаю глянуть, чего получилось добиться. Вот эта поверхность пятки не обработанная. Это торец, оставшийся после завода. А вот здесь вот вы видите местечко обработанное, которому только что я уже приложил свою руку после алмазного бора. Однако, если попытаться проверить, то контакта обуха с рукояткой уже нет. И тот дискомфорт, который создается, он благодаря тому, что штифт упирается в эту поверхность. Щелкает. Все. Теперь никаких затираний, ничего такого нет. Итак, ребят, кажись готово. Хотя, прошу учесть, что на видео я показываю лишь схематически, то, как я выполняю эту операцию. А за кадром нет смысла же, наверное, дублировать все это. Как я делаю 10 подходов. То есть, прошелся немножко, открыл клиночек, посмотрел. Все это сокращается. То же самое, скорее всего, будет и со следующей операцией. Шлифовка наждачной бумагой, полировка. Я покажу схематически, а все эти муки ада вам вместе со мной проходить не стоит, потому что это растянется на довольно-таки приличное количество времени. Доводка и полировка – это всегда дело не быстрое. Продолжение следует... 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 Вот на этом столе разложены детали, подготовлены под сборку. Также я подготовил инструмент. А на вот этом столе я сейчас сделаю нормальную заточку. Исправлю все косяки, выведу зазубрины на этом клинке. Ну и можно будет уже собирать этого красавца и любоваться на то, что же в конечном итоге в результате всех этих мучений получилось. Представляете, какое дело, ребят? Только что выставлял угол и посмотрел, какой же здесь был заводской. И хотел бы вам сказать, что в подвод я попал, выставив полный угол порядка 50. Не мудрено, что хозяин на эту заточку жаловался. Но я полагаю, ребята, что тут необходимо делать хотя бы около 40 градусов полный, для того, чтобы и ширину подвода сохранить эстетически красиво. Ну и хоть какого-то приемлемого ареса все-таки добиться. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, ребята, теперь наконец-то пришло время посмотреть, чего в итоге получилось добиться. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на этом, наверное, ребята, все. Буду с вами прощаться. Мне будет очень приятно, если видео вам понравилось. Если это так, нажимайте палец вверх, ставьте класс, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и нажимайте колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видосы. Желаю вам добра, до скорого!